На мой взгляд, это документ после устава, то есть нашей местной конституции, один из главнейших документов для жизни города. Он определяет, где что, как, каким образом строить, где прокладывать, какие коммуникации. То есть определяет всю инфраструктуру подземную, надземную. То есть это очень важный документ. В Севастополе уже длительное время все разрабатывают почему-то. Разработают, потом не принимают. Уже чтения эти общественные проходили не раз. Но народу не нравится то, что разработали. Разрабатывала московские НИИ, потом еще какие-то. Короче говоря, затянули этот вопрос и загнали его в такую неразрешимую, как бы сказать, яму. По мнению Ивана Ермакова, дальнейшее промедление с принятием документа чревато для города последствиями. Но почему в Севастополе никак не согласуют новый уже российский генеральный план? Этот вопрос мы задали бывшему председателю городской госадминистрации Севастополя Ивана Ермакова. Никак не найдут понимания между жителями, которые живут здесь, в Севастополе, севастопольцами, и чиновниками, которые задавали тон в разработке, то есть выдавали технические задания. Меняются архитекторы уже, я не помню уже, сколько их поменялось. Институтам дают то одному, то второму на разработку проекта. И так до сих пор уже меняются и губернаторы, а никак до сих пор не разработают. Кенплан не утвердят. Это очень такой, ну будем говорить, щепетильный вопрос. Но тем не менее, я считаю, что необходимо в срочном порядке добивать этот вопрос. Ибо сейчас не могут ни частникам сказать, можешь ты строить или не можешь, так как не утвержден генплан, не определены красные линии. Ну то есть это, знаете, задерживают многие вопросы, которые требуют немедленного решения. Может даже недовольство быть от того, что людям надо строиться, скажем, получил разрешение. А разрешение выдали, а архитектура не может выдать право строительства. Это касается не только частников, а это и многоэтажных домов, и промышленных предприятий, и всего остального. Поэтому я считаю, что это может привести к недовольству как жителей, так и неразворотливости чиновников, которые должны решать проблемы. Что Иван Ермаков посоветовал бы учесть при утверждении нового генплана? Я считаю, в первую очередь, это нужно услышать людей, что они хотят. Им же жить на этой земле. Ну и во вторую очередь, это услышать тех компетентных специалистов, которые понимают, что где должно быть и как оно должно выглядеть. Да, задания дают спецы, но порой оно не до конца продуманное. И в результате вырисовывается проект генплана, который не удовлетворяет то одну, то вторую сторону. Напомню, что мы перед эфиром пообщались с Иваном Ермаковым, бывшим председателем городской администрации Севастополя. И еще один вопрос, который мы ему задали. Можно ли прогнозировать, по его мнению, что генеральный план таки примут в ближайшем будущем? В первую очередь, зависит от целенаправленности действий руководства города. Это в первую очередь. Потому что они должны понимать, что без этого документа им же в первую очередь будет трудно работать. Поэтому губернатор это как первая скрипка. ЗАГС собрания это уже вторая скрипка. Ну а остальное это уже третья скрипка. И весь оркестр это народ и чиновники, которые должны стремиться, чтобы этот документ был разработан. У нас сейчас проектных институтов много, специалистов хороших много. Но нужно, чтобы этот документ всех устраивал. Ну в крайнем случае, хотя бы в первом приближении всех устраивал. И чтобы этот город не пострадал от того, что какое-то будет неправильное решение. То есть где-то поставят дома, не там, где им положено стоять. Или нарушают гармонию городскую, дорогу где-то не проложили, водоводы, теплосети. Все это определит генплан. Надеюсь, что в этом году, в конце концов, будет разработан. В крайнем случае, хоть народу будет представлен. Это был Иван Ермаков, бывший председатель городской администрации Севастополя. Я напомню также, что Иван Ермаков является фигурантом украинского списка санкций, связанных с аннексией России Крыма. Продолжение следует...